Здравствуйте, сейчас мы поговорим о другой тенденции философии нового времени, которая называется эмпиризм. Да, так вот, я думаю, что главная идея эмпиристов заключается в том, что человеческий разум, при том, что они его уважали и пользовались и рациональными процедурами, и логикой, и всем этим инструментарием ничуть не хуже, чем, собственно говоря, рационалисты. Так вот, просто они считали, что, видимо, для того, чтобы содержательно высказываться о мире, опыт нам исключительно важен, для нас исключительно важен, и опыт нам крайне необходим. Некоторые эмпиристы шли еще дальше и утверждали, что даже общие понятия, которыми оперирует наш разум, приходят в него из опыта. Разум есть чистая доска, писал Джон Локк, на которой опыт чертит свои письмена. Мы начали с рационалистов, но вообще-то одним из первых эмпиристов является Фрэнсис Бекон, который находился хронологически во многом предшествует Декарту. Он, насколько я помню, родился в 16 веке, в 1561 году, а умер в 1626, и в этом смысле он, как бы, видимо, идет раньше, в каком-то смысле. Уникальный персонаж для 16 века, вообще идеи, конечно, у него были потрясающие. Что касается идей Бекона, то максимально полно они изложены в двух его работах, которые называются Новый Органон и Великое Восстановление Наук. Интересно вообще задаться вопросом, ну, еще, по-моему, у него там Новая Атлантида была. Новая Атлантида была, всё новое. Да, всё новое, при том, хорошо задаться вопросом, кто написал Старый Органон и Старую Атлантиду. Вот, собственно говоря, Старая Атлантида, или просто Атлантида, принадлежала, ну, это отсылка к Платону. Вот, а Органон это отсылка к Аристотелю. И в этом смысле мы должны понимать масштаб претензий Бекона, да, он, собственно говоря, затевает не больше не меньше, как ремейк двух основных философских сочинений, двух основных доктрин, пересматривает идеи двух ключевых философов, вообще всей истории философов. С целью великого восстановления наук. Да. Создание максимально полной научной методологии, ведущей нас к безошибочному знанию о мире. Вообще, с амбициями всё было хорошо, замечательно. Итак, ну, и в чём же, собственно говоря, вот этот путь к новому безошибочному знанию, как он пролегает? Согласно Бекону, если, конечно, его несколько огрубить, подлинным и самым стабильным источником знания, правильнее так сказать, самым устойчивым, является опыт. Да, здесь важный сюжет, опыт-то у всех есть, и все люди, в общем, устроены более-менее одинаково. И тогда возникает вопрос, откуда же у людей, которые все имеют доступ к опыту, такое огромное количество заблуждений. И тут надо просто обратить внимание на два важных сюжета в его наследии. Это учение о путях познания, ну, или рассуждение о путях познания. Он говорит о том, что познание идёт тремя путями, два из которых не очень, но зато вот третий вполне ничего себе. Пользуясь языком 16-го, 17-го, 17-го веков, он выражается достаточно странно для нас. Он говорит, есть путь паука, путь муравья и путь пчелы. Путь паука, это, собственно говоря, тот путь, которым идут, мы бы сейчас сказали, сами рационалисты. Потому что так же, как паук сам из себя ткёт паутину и выстраивает собственную систему, так и рационалист сам из себя и своего ума создаёт систему, которую сам же, в конце концов, и запутывает. Это с одной стороны. Путь муравья, другая история. Муравей ничего из себя нет, он всё только тащит в дом. Ничего не перерабатывая, всё сваливая в гигантский муравейник, который, видимо, Бекону оказался чем-то похожим на неорганизованную кучу материала. Так же, как и собиратель фактов собирает эти факты и никак их не обрабатывает. И вот путь пчелы, я думаю, что именно себя он ассоциировал, вот свой путь с этим путём, заключается в следующем. Мы должны собрать материал опытный, собрать материал фактический, эмпирический, но потом, и в этом мы должны выполнить работу муравья, ну а потом уже при помощи разума обобщить его и сделать так, чтобы из этого опыта появилось новое знание, чтобы нектар превратился в мёд. Вот, собственно говоря, путь пчелы – это путь сбора и преобразования. По отдельности сбор и по отдельности размышления ничего нам этого не даёт. Это тупиковые пути. Это один важный момент у Бекона. И второй тоже важный момент, который объясняет, почему же, собственно говоря, так много заблуждений, хотя, казалось бы, всё так очевидно и просто, это то, что есть определённые призраки или идолы, которых он называет, которые мешают человеческому познанию. Он выделяет четыре. Он говорит призрак пещеры, призрак рода, призрак рынка и призрак театра. То есть призрак рода – это заблуждение, свойственный человек вообще по его природе. Очень часто мы примешиваем к нашим утверждениям собственную природу. И не замечаем этого. И таким образом происходит искажение. Вопрос в другом – можно ли вообще избавиться от этого искажения? Это другой вопрос. Кант считал, что нельзя, например. Ну, мы сейчас не о Канте, да. Призрак пещеры – это призрак, который… Это заблуждения, свойственные отдельному человеческому сознанию. Собственно говоря, вообще тоже сравнение сознания с пещерой, оно достаточно такое очевидное и тоже понятное. То есть до кого-то свет разума доходит. У Шерлока Холмса в сериале есть пещеры разума. Да, да, да. У некоторых в пещере разума, у некоторых в этой пещере живут тараканы, но это тоже вариант. Но мы должны вот этот обозначить сюжет, что в зависимости от того, как далеко вы находитесь от входа в пещеру, свет внешнего мира может до вас либо доходить, либо не доходить. Платоновская история, да. Ну, отчасти ассоциации, конечно, есть. Но я бы так сказал, что что это такое? Это призраки, это особенности восприятия, вызванные воспитанием, образованием, социальным статусом и тем, что свойственно именно вам. Индивидуальной истории. Индивидуальной истории, да. Это второй сюжет. Третий важный сюжет, это призраки рынка. Ну, условно говоря, призраки рынка. Рынка в каком смысле, да? Что это значит? Как это понимать? Это заблуждения, которые возникают из-за неправильного слова употребления. Да, ведь Бекон считал, что слова на рынке употребляются не в соответствии с их подлинным значением. Другой вопрос. Есть ли у слов какое-то окончательное подлинное значение? Он здесь необычайно современную проблему затронул для философии XX века. Да, но, правда, принял её с одной из самых отсталых, на современный взгляд, решений, но это тоже другой сюжет. Вот. Но, в общем, если мы слова употребляем не в соответствии с их значением, а в соответствии с тем, как они нам удобны, как лишь бы продать, лишь бы чего-нибудь такое отдать, в зависимости от той случайной конвенции, которая возникает между продавцом и покупателем, то тогда действительно мы порождаем заблуждение. И последний идол, «Призраки театра» говорит о том, что сколько существует философских систем, столько было собрано, сыграно спектаклей. Я думаю тоже, если осовременить вот так вот, чтобы было понятно, да, вы приходите в театр или вы приходите в кино, да, вы смотрите на всё то, что происходит, и вам, вам, вы же верите, ну, очень правдоподобно, да, и мы верим, выглядит так, как будто бы это на самом деле. Вот в философии бывает очень часто именно так, да, всё настолько правдоподобно, вот только, к сожалению, неправда. И Бекон в данном случае предлагает не доверять авторитетам, насколько бы они не были освещены, да, не доверять тем самым очевидностям, очевидностям и обязательностям, которые сформировались, да, а всё подвергать сомнению, да, понимать, что мы и сами обманываемся с удовольствием, и нас достаточно часто норовят обмануть. Но нам надо поговорить ещё о нескольких персонажах. Следующий эмпирист – это Томас Гоббс, представитель более позднего поколения, он уже жил практически целиком в 17-м веке. Главная его работа называется «Левиафан», помимо неё он написал ещё ряд важных трактатов. И в этой впечатляющей большой книге Гоббс рассматривает, во-первых, устройство человека индивидуального, а во-вторых, устройство механизма, возникающего при объединении людей в государство. Здесь мы говорим, конечно, не столько о идеях Гоббса, именно как эмпириста, потому что у него были эти идеи, а в большей степени, конечно, мы касаемся истории, связанных с его социально-философскими идеями. Здесь он выступает, он был и эмпиристом, но для этой эпохи… Говоря о человеке. Да, да, да. Но, действительно, его идея об устройстве государства, о том, как это государство, каково отношение государства к человеку, это действительно очень важный, любопытный сюжет. Вот книга называется «Левиафан». Левиафан, насколько я помню, это библейское такое ужасное чудовище, и сравнивая и сравнение государства с чудовищем, которое пожирает всех, оно задаёт вопрос. Он вообще рад этому? Он поддерживает это? Или он как? Считает необходимым злом, видя, испытывая глубокие сомнения в природе человека. Мы говорили об оптимизме эпохи Возрождения. Вот Гоббс, он совершенно не свойственен. Гоббс – свидетель гражданской войны в Англии и так далее. Он считает, что человек, предоставленный самому себе среди других таких же людей, в естественном состоянии, как он это называет, находится в положении вражды, войны всех против всех. Потому что он обладает изначально злой природой. Человек по природе слаб, и человек по природе зол. И в этом смысле война всех против всех неизбежна, именно поэтому люди, чтобы как-то это прекратить, ограничили притязание и закрепили это в виде идеи, ограничили это притязание права всех на всё. Для этого, поскольку добровольно это никто делать не будет, для этого собственно и нужно государство, которое выступает таким неизбежным злом, но злом в каком-то смысле меньшим по сравнению с тем хаосом, который мог бы воцариться, если бы его не было. Что касается идеи общественного договора, это тоже важный сюжет. Действительно, идея в истории философии очень плодотворная. Притом, надо вот сказать, что эта идея пример того, как прогрессивная передовая идея может быть при этом идеей с научной точки зрения ложной. Идея Гоббса, да и не только его, всех сторонников идеи общественного договора сводилась к следующему. Когда-то люди собрались вместе и заключили между собой общественный договор, делегировав власти, какие-то полномочия, при этом сами оставили себе право на жизнь, на спокойную счастливую жизнь. Дескать, потом власть забыла о своих обязательствах, а оставила себе только свои права. И, дескать, пришло время ей напомнить о том, что она не только для себя, но и в первую очередь для нас. И вообще существует только поскольку мы так решили. Вот этот сюжет, он, конечно, для своего времени был исключительно передовым, но не историческим материалом. Он никаким другим не подтверждается. Крупный британский империст Джон Лок жил уже не только в 17-ом, но и в 18-ом немножко в веке, 4 года. Тем не менее, в эти 4 года плодотворно работал. Работал он плодотворно не только на Неве философии, но и был государственным деятелем, учителем, практикующим медиком, человек во всех отношениях выдающийся. Собственно говоря, в массовом сознании Лок закрепился как автор идеи или фразы, что человек это табула раса, чистый лист, чистая доска. Идея сводится к следующему, что, собственно говоря, наше сознание, человек рождён, является абсолютно незаполненным, пустым. И только внешний опыт, только жизненный опыт его чем-то заполняет. Идея тоже, в общем, не вполне соответствующая действительности, и тоже исключительно важная и передовая. В том смысле, что из этой идеи можно было сделать далеко идущие выводы. Например, один из очевидных выводов о том, что все люди равны. Это вот пример того, как рассуждение на вопросы природы знаний, человеческого познания человеческой природы, в конце концов, может выводить нас на сюжеты совершенно отдалённые, не касающиеся философии, зато напрямую касающиеся политики. Вот этот сюжет важен. Потом Лок известен также в связи с этим, как автор, один из тех, кто одним из первых выдвинул идею вообще, собственно, разделения властей. Основатель классического либерализма. Основатель классического либерализма. Ещё кто у нас есть? Англичане тоже. Беркли. Интересный человек, епископ, при этом позволивший себе философствовать. И ключевая идея Беркли – это сомнения в существовании внешнего мира. Сложно судить, высказывал ли он это сомнение всерьёз, но так или иначе он привёл ряд философских аргументов, утверждающих, что всё видимое нами, нам только кажется. На вопрос только, был ли это так, либо это был такой специфический английский юмор, да? Как и в случае с нашим следующим героем, Давидом Юмом, очень может быть, что это был юмор. Такой Монти Пайтон 17 века. Да, ну а с Юмом-то что? Тогда давай их вместе рассмотрим, потому что у нас не так много времени. Юм – ещё один крупный иронист, и, можно сказать, человек, загнавший эмпиристскую традицию в скептический тупик. Принято считать, что Юм не только эмпирист, но и скептик. Ну, насколько я понимаю, основная, ну, один из сюжетов, который, собственно говоря, он так плодотворно разрабатывал, если тоже упрощать, да, это идея о том, что, в общем, последовательность событий, которые идут за одним, одно за другим, даже если это происходит регулярно, да, не позволяет нам заключать о необходимости. Да, что между ними существуют какие-то причинные отношения. Да, причинные отношения. Да, причинные отношения. Если за одним событием следует другое, и это происходит не один раз, ну, если это происходит один раз или два раза, даже мы можем сомневаться в этом, да, но, дескать, если это происходит часто, да, то тут возникают некоторые проблемы, да, то мы, во всём случае, признаём, что, наверное, связи есть. Так вот, по большому счёту, нет никакого основания, опять же, если утрировать, да, да, что последовательность событий, воспроизведённое и один раз, да, последовательность событий, воспроизведённое, тысячу раз, ни в первом, ни во втором случае не даёт оснований заключ avere необходимой связи между этими событиями. Не потому, что мы не можем обнаружить какую-то последовательность и предсказать, а просто потому, что… — Логической необходимости здесь нет. — Логической необходимости… — Есть только привычка, которая экономит наши усилия, она полезна, она ведёт к каким-то практическим результатом, но она не является достоверным, прочным основанием. Он не доказывал о том, что, допустим, солнце завтра не взойдет, и он не доказывал то, что эти последовательности могут быть нарушены в любой момент. Он просто говорил о том, что у нас нет логического основания считать, что это случится завтра на основании того, что это происходило пока до сих пор. И вот, собственно говоря, этот самый, как ты верно заметил, такой скептический тупик, тупик скептицизма, оказался для философии исключительно плодотворным, потому что поиском ответы на вопросы, которые интересовали Юма, во многом именно этими вопросами и поиском ответов на эти вопросы было инспирировано философией Мануэла Кампина. Да, проснувшийся от догматического сна Кант взялся за вопросы, поставленные Юмой. Продолжение следует.